Считается, что пенсии в странах Европы на порядок выше, чем в странах СНГ. Но так ли это на самом деле? Страны Евросоюза по-разному определяют размер пенсии. Минимальный размер таких выплат может зависеть не только от политики государств, но и от конкретного города и страны. Правительство многих развивающихся европейских стран заинтересовано в том, чтобы люди преклонного возраста получали сумму пенсии, достаточную для удовлетворения их потребностей. Главное направление многих европейских пенсионных реформ – это увеличение пенсионного возраста. Многие работодатели предпочитают держать в штате пенсионеров, а не молодых сотрудников, так как они имеют огромный рабочий опыт и отточенные годами трудовые навыки. Пенсия в Германии финансируется не только за счет страховых взносов граждан и работодателей, но и за счет государства. Кроме того, в стране действует так называемый принцип солидарности поколения – расходы государственного фонда для пенсионеров полностью компенсируются отчислением работающих людей. Стоит отметить, что чем больше выплат делает гражданин, тем выше будет его пенсия в будущем. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. В среднем в Германии ежемесячно отчисляются в пенсионные фонды около 20% заработной платы. Пенсионный возраст в Германии составляет 65-67 лет. Для выхода на пенсию по старости гражданин должен иметь не менее 5 лет трудового стажа и сделать не менее 60 ежемесячных выплат. Стаж работы учитывается при расчете пенсии. Если стаж минимальный, то гражданин Германии сможет получать пенсию в размере 300 евро. Средняя пенсия по стране для мужчин составляет 930 евро, а для женщин – 514. Что касается других стран, минимальная пенсия Швеции составляет 5,5 тысяч крон или 637 долларов. Средняя – 9 тысяч крон или 1066 долларов, а максимальная – 36,5 тысяч крон или 4300 долларов. В Дании жители многих европейских стран желают иметь работу, так как это предоставит им возможность стать получателем больших государственных выплат, точнее около 3000 долларов в месяц. Получать данные пенсии могут люди, достигшие возраста 65 лет. Максимальный размер пенсий в Финляндии не установлен, однако их средний размер – 1781 доллар. Сумма пенсии зависит от трудового стажа человека, а также от его заработной платы. Если гражданин Финляндии не дотянул до минимума, то государство выплатит ему недостающую сумму. Получать данные выплаты могут люди, достигшие возраста 63 лет. А вот в Литве уровень жизни стариков не так высок. Дело в том, что страна сильно пострадала от кризиса. Это послужило толчком для двукратного урезания размеров средних выплат для людей преклонного возраста. Сперва размер пенсии сократили на 50, а затем на 70%. Литовских стариков спасают разве что отсутствие необходимости в оплате жилья, так как они являются законными владельцами земли, на которой построены их дома. Пенсионный возраст в Австрии для женщин и мужчин составляет 60 и 65 лет соответственно. Возможен досрочный выход на заслуженный отдых в 60 лет для лиц, занимавшихся тяжелым трудом. Это должно быть зафиксировано в течение минимум 10 лет из последних 20. Досрочный пенсионер, который снова начал работать, перестает получать пенсию, поскольку ему будет начисляться заработная плата. В Австрии пенсия выплачивается 14 частичными выплатами, то есть существуют и отпускные, и рождественские деньги. Так как продолжительность выплат взносов оценивается высоко, то малозарабатывающий, который работает много лет, получает солидную пенсию. К тому же, тот, кто получает меньше 933 евро в месяц, вне зависимости от своего имущества, получает доплату до размера этой суммы. Если пересчитать на 12 выплат, то минимальная выплата таким образом составляет 1089 евро, что выше средней пенсии в Германии. Статус постоянного места жительства в Венгрии дает тоже очень много привилегий, так как для обычных граждан, так и для пенсионеров. К примеру, возможность путешествовать по всем странам Шенгенского соглашения, не оформляя никаких виз, проходить лечение в любых учреждениях на территории Европы, и иметь более низкую стоимость проживания, чем в среднем по европейским странам. Многие россияне преклонного возраста, желающие эмигрировать в Европу, получают средние и достаточно высокие пенсии, и их заботит вопрос дальнейшего получения своих денег. По закону, выезжая жизнь за рубеж, они не теряют права на выплату пенсии российским государствам. Если было интересно и занимательно, то нажми кнопочку «Подписаться» на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан – много вкусного контента!